Минприрода расторгла договор аренды с холдингом Алтай-Лес и полторы сотни человек потеряли работу. По словам гендиректора холдинга Ивана Ключникова, всем сотрудникам предложили должности в Каменском и Баевском районах. Но люди отказались, как объясняют руководители, зачастую привязанные к земле люди не особо горят желанием переезжать. Между тем в Алтай-Лесе заявили, что знают цену специалистам с опытом и постарались сгладить ситуацию. Мы должны быть до конца честными с сотрудниками и выплатили все полагающиеся оплаты им. Сейчас мы дополнительно будем встречаться еще на этой неделе с тем персоналом, который еще сомневается. И будем как бы уже по ним еще там возможны переходы в другие наши предприятия. В конце года многие предприятия озвучивают, как они пережили этот в целом сложный пандемийный год, когда были нарушены многие цепочки сбыта продукции. Ключников признался, в апреле-майе тяжело пришлось даже такому гиганту, как Алтай-Лес. Но летом, когда рынок начал восстанавливаться, резко вырос спрос на стройматериалы и комплекты домов. А здесь холдинг, который всегда делал ставку на переработку леса, это более 80% продукции, оказался в выигрыше. В этом году, несмотря на все сложности, все необходимые работы проводились. Потушили 210 лесных пожаров в ленточных и приобских барах. Выполнили все обязательства по лесовосстановлению. Посадили более миллиона новых деревьев. А также не экономили на социальных проектах. Это и поддержка школьных лесничеств, и озеленение благоустройства парков. Например, холдинг принял участие в возрождении изумрудного Барнауля. Продолжили и то, чем, в принципе, немногие предприятия могут похвастаться. Продолжили строить жилье для своих работников. Речь идет о мини-поселке, который вырастает рядом с Павловском. Из тех 12 семей, которые мы подготовили, у нас на старте всего лишь 8 заселились. Постепенно мы сейчас заполнили этот дом полностью. У нас за этот год мы все-таки думали запустить, но пока мы просто не имеем заявок от наших сотрудников. Но у нас фундаменты готовы еще на три дома. Кстати, если сегодня холдинг входит в 15 крупнейших лесных предприятий России, то планы на следующий год войти в десятку. Ставка, как и прежде, на глубокую переработку леса, чтобы ни одна веточка не пропадала. И надеются все же вернуться в Панкрушехинские леса. В этом может помочь перспективный инвестпроект. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.